Радио моя ПЕСНЯ 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 УРА! УРА! Сегодня у нас день рождения. Русскому лото исполнилось три года. Ровно 158 недель назад в эфир вышла передача, которая полюбилась сотням тысяч россиян. Итак, сегодня от имени всех 73 регионов России, играющих в русское лото, нас поздравил государственный академический русский народный хор имени Пятницкого! АПЛОДИСМЕНТЫ Особая благодарность тем, дорогие мои, кто прислал нам поздравительные письма, открытки, сотни, десятки, сотен писем, в которых пожелания процветания, счастья, удачи. А мне остается пожелать удачи вам, дорогие наши игроки. Счастья, здоровья и, конечно же, удачи в 158-м тираже телевизионной игры лотереи «Русского лото», которую мы начали в прямом телевизионном и радио эфире! Я абсолютно уверен, что когда-нибудь русское лото станет олимпийским видом спорта. И тогда, как бы нас ни судили арбитры, равных россиянам в этом виде спорта не будет. А сегодня, пока суть до дела, в нашу тиражную комиссию вошли арбитры из смежных видов спорта. Судья международной категории по футболу Алексей Спирин! Спасибо. Судья всесоюзной категории по боксу Георгий Саркисян! Спасибо. Судья международной всесоюзной категории по фигурному гаданию Сергей Кононыхин! Спасибо. Зная вашу огромную судейскую практику, я уверен, что вы будете судить строго, объективно и честно. А пока осмотрите наш игровой снаряд. Георгий, посмотрите нашу, как это называется, боксерскую грушу, она абсолютно пуста. Алексей Спирин, проверьте номера всех игроков с первого до девяностого. Если вы увидите, что все номера на месте, переставьте их в любом интересующем вас порядке. А я тем временем передаю слово нашей компьютерной группе Владимир Расторгуев, Владимир Айзенштадт, Галина Афанасьева! В 158-м тираже принимает участие 3 миллиона 777 тысяч 857 купленных вами билетов. Все непроданные билеты установленным порядком уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 9 миллиардов 444 миллиона 642 тысячи 500 рублей. Браво! Ну что же, все ли в порядке? Тогда я подставляю наш игровой мешок. Вы открываете задвижку. И мы желаем удачи всем, кто купил билеты 158-го тиража телевизионной игры лотерей «Русская лотово!» Вы отправляетесь за стол тиражной комиссии. Ваши обязанности входят фиксировать... Да? Ваши обязанности входят фиксировать появление номеров. В том порядке, в каком они появятся. Вы зафиксируете это в протоколе. И в ближайший вторник тиражная таблица праздничного 158-го тиража выйдет в газетах «Труд», «Московская правда», есть работа еженедельники «Сударушка», в Санкт-Петербурге, в газете «Смена», а также в региональной прессе. Ну что же, самое главное – прийти на день рождения с подарком. Самый лучший подарок, который мы сделали друг другу, это то, что приобрели огромное количество билетов 158-го праздничного тиража. Билеты эти желтого цвета, точно такие же, как наш самый первый билет, с надписью «19 октября 1997 года». 11.15, ну и естественно, теперь мы выходим в 11.20 в эфир по телеканалу России и параллельно на волнах радиостанции «Маяк». В первом туре, как всегда, выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все пять чисел любой горизонтальной строки. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере 47 миллионов 223 тысяч 200 рублей. Как положено на дне рождения? Второй тост – это тост за родителей. Сегодня первый тур сыграют те, кто по праву считаются отцами-прародителями нашей игры. Я прошу занять места за столом генерального директора концерна «Милан» Малека Сайдулаева. Исполнительного директора телевизионной игры «Лотерея русской АТО» Светлану Черенкову. Гения современной сценографии художника-дизайнера Бориса Краснова. Я прошу сюда, ко мне, представителя нашей компьютерной группы – Татьяну Ионину. Сейчас автор программного обеспечения телевизионной игры «Лотерея русской АТО» Александр Сергеевич Лыков. В Африке он обучает племена африканской игре в русской АТО. Скоро вернется с известиями из Африки. Я уверен, что скоро в Африке будут играть в русской АТО. А также я прошу сюда, к нам, консультанта по связям с общественностью концерна «Милан» адмирала Владимира Сергеевича Круглякова! Ну что же, первый ход по праву делает генеральный директор концерна, который приложил много усилий, чтобы эта игра стала сегодня такой, какой полюбили сотни тысяч россиян. Итак, мы начинаем игру в первом туре. Прошу! Номер 38. Зачеркивайте в своих билетах. Номер 38. Телезрители и радиослушатели. Светлана Черенкова. Номер 74. Номер 74. Владимир Сергеевич, прошу. Номер 52. Номер 52. За этим столом должны были по праву сидеть наш режиссер Владимир Пучков, наш режиссер Саша Файфман, но, к сожалению, они исполняют свои обязанности. А это тоже вам-то повезло, вместо вас работает Галина Афанасьева. Номер 42. Номер 42. Боренька, прошу. Автор нашего оформления. Номер 90. Дедушка. Номер 90. Михаил Борисович, я прошу времени. Мы можем закончить первый тур. А приз будет? Приз? Стоп игра! Стоп игра! Пустая рука. Пустая рука. В первом туре выиграли 4 билета. Выигрыш по 11 миллионов 805 тысяч 800 рублей. Ну что же, от всей души поздравляю тех, кто выиграл у экрана своего телевизора или у радиоприемника. Борис Краснов сказал, а где приз? А приз, вот он, это хохохломская игрушка. Но это приз не вам. Вы его вручите игроку под номером 90. Это самый большой подарок от Бориса Краснова, концерна «Миланска» «Класская игрушка». Я прошу тебя на номер 90. Ну что же, а вам и предстоит, дорогие мои, я понимаю, за столом сидеть приятно. Но и тем не менее, мы должны уступить место игрокам. Игрокам сейчас эти игроки займут места за игровым столом. А кто это будет, определите вы. Потому что именно номером 90 и закончилась игра в первом туре. Уважаемые телезрители, будьте внимательны. Вас ждут сюрпризы от российского концерна «Миланска». Запомните и зафиксируйте у себя, что первый тур закончился номером 90. А мои ассистенты должны на специальном табло зафиксировать номер 90. Вы вытаскиваете пять бочонков из этого мешка. Это номера игроков, которые занимают места за игровым столом. А вы, уважаемые телезрители и радиослушатели, не забывайте зачеркивать эти номера в своих билетах. Номер 50. Полста, ровно. Номер 50. Прошу. Номер 69. Туда-сюда. Номер 69. Номер 66. Номер 66. Прошу вас. Номер 44. Номер 44. Прошу. И номер 41. Номер 41. Как вам понравилась эта работа? Окей. Окей. Все просто и серьезно. Ну что же, вы получаете за эту работу мягкую игрушку от фирмы Liberty. Сделав эти пять ходов, мы по существу начали игру во втором туре. А во втором туре выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 15 чисел карточки. Только такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере... 94 миллионов 446 тысяч 400 рублей. Ну а разыграть этот приз придется нам с вами. Особенно приятно видеть представителей нашего концерна «Милан», который занимается распространением билетов. А первый ход сделаете вы. Мы продолжаем игру во втором туре. Прошу. Номер 83. Номер 83. Номер 64. Номер 64. Прошу вас. Номер 61. Номер 61. Прошу. Номер 43. Номер 43. Ход ваш. Номер 87. Номер 87. Прошу. Номер 86. Номер 86. Прошу. Номер 53. Номер 53. Номер 34. Номер 34. Номер 34. Прошу. Номер 58. Номер 58. Номер 58. Хохломская игрушка от российского концерна «Милан». АПЛОДИСМЕНТЫ И точно такую же игрушку мы с вами отправляем нашему игроку по адресу город Астрахань, улица Татищева, Смирнова Лидия Викторовна. Лидия Викторовна, обратитесь в региональное представительство концерна «Милан». Вас ждет специальный приз. Хохломская игрушка. Продолжаем. Прошу. Номер 17. Номер 17. Номер 17. Прошу. Номер 88. Номер 88. Ход ваш. Номер 23. Номер 23. Теперь ход ваш. Номер 10. Черек. Номер 10. Хорошо. Номер 49. Номер 49. Прошу. Номер 35. Номер 35. Ход ваш. Давайте я перетасую. Как у вас ведут дела? Немного. Хорошо. Неплохо. Номер 1. Номер 1. Прошу. Номер 3. Номер 3. Номер 3. Это же, конечно же, сегодня. Сегодня русском лото исполнилось 3. А, конечно же, 3 года. Концерт «Милан» учредил специальный приз, который... Для игрока, который вытащит счастливый овчонок. Номер 3. Это хохломская игрушка от российского концерна «Милан». Одно письмо из этого лотка и точно такая же игрушка отправляется по адресу город Иваново, улица Павла Большевикова, Белову, Александру Сергеевичу. Александр Сергеевич, обратитесь в Ивановское представительство концерна «Милан». Вас ждет специальный приз. Хохломская игрушка. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошу. Номер 36. Номер 36. Прошу. Номер 15. Номер 15. Прошу. Номер 62. Номер 62. Прошу. Номер 31 Номер 31 Прошу Номер 51 Номер 51 Внимание! Внимание! Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке Раз появился такой билет, каждый ход может быть последним Если вы вытаскиваете счастливого бочонка, вы его уже вытаскиваете Вытаскиваете его, эфир прямой, прямее не бывает Вы его вытащили Если вы вытащили бочонок номером, который закончится игра во втором туре Вы получаете специальный приз, хохламскую игрушку Номер 82 Номер 82 Лидирует 4 билета 4 билета Вы можете пополнить свою коллекцию хохламы Номер 6, точка внизу Номер 6 Лидирует 5 билетов Вот 5 билетов, если вы в них попадаете, естественно, хохлама ваша Номер 46 Номер 46 Лидирует 6 билетов 6 билетов Компьютеру сегодня считать очень тяжело Билетов продано 3 миллиона 777 тысяч и даже чуть больше Номер 32 Номер 32 А бедному компьютеру нужно проверить все эти билеты Лидирует 8 билетов На наличие каждого номера, который вы вытаскиваете Если вы попадаете в эти 8 билетов, естественно, вы там уже очки пристроили в этой игрушке номер 12 Номер 12 Считай, считай Лидирует 16 билетов 16 билетов И вновь есть возможность испытать вам счастье и завершить игру в втором туре Номер 37 Номер 37 Лидирует 26 билетов 26 билетов Если вы попадаете в эти 26 билетов Вашего Вашей удачи Номер 24 Номер 24 Считает, считает, милый Стоп игра Стоп игра Вашей удачи Игры на вашей удачи Можно позавидовать Второй тур выиграли 4 билета Выигрыш по 23 миллиона 611 тысяч 600 рублей Хохломская игрушка победителя второго тура И точно такая же хохломская игрушка отправляется в город Ростов-на-Дону Улица Чехова Васильевой, Татьяне, Владимир Татьяна Владимировна В ростовское представительство Быстро, срочно Вас ждет специальный приз от российского концерна «Милан» Номер 24 Номер 24 Как приятно видеть представителей концерна здесь Получающих призы И заслужено за трехлетнюю кропотливую работу Номер 24 Именно этим номером и закончилась игра Во втором туре Вы получаете хохломскую игрушку Нет, 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 нет Как же можно уйти? Как же можно уйти? Мы это поставим Вы должны вытащить 5 бочонков Это номера игроков, которые сейчас занимают места за игровым столом Прошу Именно здесь мы и начинаем игру в третьем туре Номер 48 Половину просим Номер 48 Номер 48 Номер 48 Я прошу вас за стол Номер 65 Номер 65 Прошу Номер 27 Номер 27 Номер 27 Прошу Номер 55 Номер 55 Номер 55 Прошу вас Номер 81 И прежде чем вы уйдете на свое место, во-первых, я прошу зафиксировать наших игроков, что второй тур закончился номером 24. А своих ассистентов на специальном табло я прошу зафиксировать этот номер, вписать его следом за номером, которым закончилась игра в первом туре. Работа-то серьезная была проделана, вы получаете мягкую игрушку от фирмы Либерти. А мы по существу в границах третьего тура. Игра идет и набирает свою силу и скорость. А в третьем туре выигрывает билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 30 чисел билета. Только такие билеты претендуют на огромный денежный приз в размере... 141 миллиона 669 тысяч 600 рублей. Ну что же, очень приятно. А играть мы будем с вами, с вами и с вами. Конечно же, здесь. Вы готовы? Мы продолжаем игру в третьем туре. Номер 47. Номер 47. Вот они, вот они, работники концерна «Милан». Скромными, маленькими ручками и делается распространение билетов по всей России. Номер 5. Номер 5. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Прошу вас. Супруги Владимир Сергеевич, Круглякова. Не могу сказать. Почет, уважение. Номер 79. Номер 79. Вот, это тоже наши работники. Приятно. Сегодня день рождения. Вы заняли место за столом по праву. Номер 89, дедушкин сосед. Номер 89. Перетасуем. Перемешаем. Как угодно. Но проделаем эту нехитрую операцию, без которой русская лото немыслима. Один бочонок из мешка, это номер 71. Номер 71. Номер 85. Номер 85. Прошу. Номер 77. Номер 77. Играем. Обязательно. Номер 26. Номер 26. Прошу. Номер 4. Номер 4. Номер 4. Прошу. Номер 22. Утята. Номер 22. Номер 57. Номер 57. Ваш ход. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов, один билет имеет 29 совпадений из 30. Ничего страшного не произошло. Вы вытащили бочонок, а мы как раз находимся на том рубеже, где появились билеты, в которых 29 номеров из 30 уже зачеркнуты. Каждый ход может быть последним. Если вы вытащили бочонок, номером которого закончится игра, в третьем туре вы получите специальный приз от концерна «Милан». Хохламскую игрушку. Ну что же, желаю вам удачи. Номер 75. Номер 75. Лидирует три билета. Три билета. Ну что же, поскольку вы вытащили бочонок чуть раньше, чем я мог вас предупредить, а вас я уже должен предупредить. Просто обязан, что вы должны мне перед каждым ходом сказать «Да» или «Нет». «Да» если вы уверены, что после вашего хода игра закончится. «Нет» если вы уверены, что я после вашего хода… Нет, я иду дальше. Вы не верите, что сейчас прозвучит команда «Стоп. Игра». Номер 21. Номер 21. Лидирует семь билетов. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Тот, кто ошибается, тот уходит из-за стола, к сожалению, с утешительным призом. «Да» или «Нет»? «Нет». Ну «Нет» и «Нет». Другой бы стал спорить. «Нет» и «Нет». Номер 7. Номер 7. Лидирует 11 билетов. 11. Абсолютно верно. «Да» или «Нет». 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 «Вы не верите». «Ну что же, нет, так нет». «Номер 16». «Номер 16». «Номер 16». «Лидирует 24 билета». «Компьютер все посчитал и выяснил, что вы абсолютно правы. «Да» или «Нет». «Да». «Да». «Аплодируйте все, кто...» «Все, кто...» «Все, кто сочувствует этой смелой женщине». «Женщины». «Номер 9». «Точка внизу». «Номер 9». «Думаю». «Стоп игра». «Вот это интуиция!» «Вот это интуиция!» «Браво!» «Браво!» «Третий тур выиграл один билет. «Выигрыш» 141 миллион 669 тысяч 600 рублей». «Вот это выигрыш!» «Вот это по-настоящему праздничный выигрыш!» «141 миллион 669 тысяч 600 рублей». «Вот это выигрыш!» «Мы поздравляем вас!» «Того, кто выиграл у экрана телевизора или у своего радиоприемника!» «Мы поздравляем вас со специальным призом от концерна «Милан!» «В руке работника концерна «Милан!» «И точно такой же приз мы отправляем по адресу город Мурманск, улица Маклакова, Митрофановой В.Ю!» «Срочно позвоните Митрофановой В.Ю!» «В свое региональное представительство концерна «Милан!» «Ваш ждет приз «Хохломская игрушка!» «Номер 9!» «Именно этим номером и закончилась игра в третьем туре!» «Я прошу моих ассистентов зафиксировать на табло этот номер!» «9!» «А точнее, надо будет зафиксировать 0-9!» «Это естественно!» «Констерна «Милан!» «Учет специальный приз для игрока, номером которого закончится игра в третьем туре!» «Это Хохломская игрушка!» «И, конечно же, мягкая игрушка!» «Терми Либерти!» «А сейчас я хочу вам представить наших друзей!» «Тех, кто уже не раз побывал на нашей передаче!» «Кто хорошо значит нашу тематику!» «Это замечательные куплетисты!» «Замечательный дуэт!» «Михаил Вашуков, Николай Бантурин!» «Дома в офисе на даче любит эту передачу!» «В огороде чучело и то глаза набучило!» «Дуся карточки купила и в лартове потворцила!» «Мечтала госпожой, а была бомжа бомжой!» «А мы, конечно, победим к тысячному туру!» «А пока итог один, сдаем макулатуру!» «Говорит старуха деду, в русское лото поеду!» «И французы и эстонцы приезжали к вам играть!» «Мама с маленьким японцем!» «Молодец, япономать!» «Не играйте с государством, все равно один обман!» «Но у нас не государство, тут у нас концерт Милан!» «Я не знал!» «А вопрос есть?» «А коль с билетом неудача, можно выиграть иначе?» «Есть надежда, все равно взять по номеру Рено!» «Есть ответ!» «Выиграл в лото Рено и поставил под окно!» «А утром вышел, вот тена, ни Рено и ни хрена!» «А если серьезно?» «За три года передача многих сделала богаче!» «Тут игра на интерес!» «Вот такой вот рай собес!» «Михаил Лужуков, Николай Бондурин!» «Спасибо!» «Ну, рай собес, так рай собес!» «Мы продолжаем игру в четвертом и последующем турах!» «Я прошу сюда хор имени Пятницкого!» «Продолжаем зачеркивать эти номера в своих билетах!» «Номер два!» «Номер два!» «Номер тридцать девять!» «Номер тридцать девять!» «Номер тридцать девять!» Стоп-игра выиграла 5 билетов, выигрыш по 37 миллионов, 778 тысяч 500 рублей. Номер 33. Номер 33. Глаза разбегаются. Стоп-игра выиграла 7 билетов, выигрыш по 33 миллиона, 770 тысяч 800 рублей. Номер 20. Номер 20. Ну что, загрустил? Не надо, не надо. Это не надо, у нас передача веселая. Стоп-игра выиграла 10 билетов, выигрыш по 23 миллиона, 611 тысяч 600 рублей. Номер 8. Номер 8. Стоп-игра выиграла 15 билетов, выигрыш по 15 миллионов, 741 тысячи рублей. Номер 19. Номер 19. Стоп-игра выиграла 25 билетов, выигрыш по 9 миллионов, 444 тысяч 600 рублей. А ведь удачливая девушка, номер 45. Номер 45. Стоп-игра выиграла 28 билетов, выигрыш по 10 миллионов, 119 тысяч 200 рублей. Номер 45. Это постоянное, счастливое число нашей передачи. Потому что адрес концерна «Милан», дирекция Русского ТОНа, Ленинский проспект, дом 45. Вы получаете специальный приз, вы вытащили счастливого, члены конверска. И точно такой же приз мы отправим по адресу Орловская область, Орловский район, почтовое отделение Лошаковская, деревня Киреевка, Дробышев. Александр Васильевич, вас ждет специальный приз от российского концерна «Милан». Номер 59. Номер 59. Стоп-игра выиграл 71 билет, выигрыш по 3 миллиона 990 тысяч 600 рублей. Номер 30. Номер 30. Давайте. Стоп-игра выиграла 82 билета, выигрыш по 2 миллиона 303 тысячи 500 рублей. Номер 70, ровно. Номер 70. Стоп-игра выиграла 271 билет, выигрыш по 697 тысяч рублей. Номер 56. Номер 56. Стоп-игра выиграла 295 билетов, выигрыш по 640 тысяч 300 рублей. Номер 40, ровно. Номер 40. Пока нет, пока нет, ждем. Стоп-игра выиграла 405 билетов, выигрыш по 699 тысяч 600 рублей. Номер 73. Номер 73. Стоп-игра выиграла 1139 билетов, выигрыш по 248 тысяч 700 рублей. Номер 54. Номер 54. Стоп-игра выиграла 1301 билет, выигрыш по 217 тысяч 700 рублей. Номер 76. Номер 76. Эх, жалко, у гармонистов руки заняты. Стоп-игра выиграла 2600 билетов, выигрыш по 108 тысяч 900 рублей. Номер 25. Номер 25. Стоп-игра выиграла 4448 билетов, выигрыш по 106 тысяч 100 рублей. Номер 68. Номер 68. Как усатый усатому я. Стоп-игра выиграла 8576 билетов, выигрыш по 77 тысяч рублей. Номер 28. Номер 28. Стоп-игра выиграла 11406 билетов, выигрыш по 82 тысяч 800 рублей. Номер 18. Номер 18. Стоп-игра выиграла 21122 билетов, выигрыш по 64 тысяч 800 рублей. Разыгрывается последний тур. Ну, кто последний, а? Дайте, ну, кто последний. Ну, давай, красавица. Номер 84. Номер 84. Стоп-игра выиграла 27755 билетов, выигрыш по 69 тысяч 700 рублей. На 81-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью, в мешке осталось 9 бочонков. В чём я и прошу убедиться нашу уважаемую тиражную комиссию. Я высыпаю всё, что осталось в нашем игровом мешке. Ещё раз, судью, всесоюзовую судью по боксу, Георгий Саркисянцев, я прошу проверить нашу грушу. Она пуста. Сейчас мы назовём эти номера. Но прежде чем вы узнаете, выиграл или не выиграл ваш билет, проверьте его на наличие выигрыша в туре на удачу. В левом нижнем углу каждого билета три бочонка. Если все эти три номера окажутся в числе 10 бочонков, оставшихся в мешке после окончания игры, вы выиграли в туре на удачу. Но поскольку уже эти номера введены в компьютер, мы можем огласить итоги игры в туре на удачу. Выиграла 2704 билета, выигрыш по 69 800 рублей. Всего в 158 праздничном тираже выиграла 82 277 билетов. Я называю оставшиеся в мешке номера. Их зачёркивать в своих билетах не надо. Номер 11, номер 14, номер 29, номер 60, номер 63, номер 67, номер 72, номер 78 и номер 80. Их ровно 10 штук. Ну что же, уважаемые члены тиражной комиссии. 9 штук было. 9, Михаил Борисович, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9 номеров. Я даже испугался, думал, что что-нибудь осталось. 9 номеров осталось в нашем игровом мешке. Ну что же, это ещё не вся наша работа. Уважаемые члены тиражной комиссии, мы должны перейти туда, к специальному снаряду. Потому что сейчас нам предстоит разыграть специальные призы концерна «Милан» автомобилей «Рено-19». Я прошу ассистентов дать мой демонстрационный билет. В каждом билете есть персональный семизначный номер. Вот он здесь, вот он, персональный семизначный номер. В каждом разряде для билетов, начинающих с нуля, с единицы, с двойки, с тройки, с четвёрки, будет разыграно по одному автомобилю «Рено-19». Нам предстоит определить оставшиеся шесть чисел. Здесь у меня бочонки от нуля до девяти. Мы засыпем их в мешок. Я прошу вынуть задвижку. Да. Да. Вот они в игровом мешке. Я перетасую. И вам предстоит вытаскивать по одному бочонку. И мы определим слева-направо оставшиеся шесть номеров. Я прошу слово фигурному катанию. Фигурное катание на автомобиле «Рено-19». Номер два. Номер два. Ну, естественно, чтобы каждый номер мог повториться, я отправляю бочонок на место. Ну что, нокаутирующий удар Георгия Саркисянца. Номер шесть. Точка внизу. Номер шесть. Номер шесть. Шестёрка отправляется на место. Ну, может быть, вам удастся удар или в шестёрку, или в девятку. В слевой. Ну как, нет, в семёрку. А там есть и семёрка в воротах. Номер семь. Номер семь. Опускаем семёрку опять в игровой мешок. И вновь Тоддес в исполнении Кананыхина. Номер восемь. Номер восемь. Номер восемь. Георгий Саркисянц. Номер один. Номер один. Номер один. И последний номер. Алексей Спирин. Номер шесть. Точка внизу. Удар в нижний угол. Номер шесть. Вот они, номера. Номера билетов, которые выиграли специальные призы российского концерна «Милан». Автомобили «Рено-19». 02-67-816. А теперь сюрприз. 12-67-816. 22-67-816. И 32-67-816. А теперь сюрпризы от концерна «Милан». Мы не даром просили вас зафиксировать номера, которыми закончился первый, второй и третий тур. Прибавьте впереди ноль, единицу, двойку, тройку, и вы получите номера билетов, которые выиграли специальные призы концерна «Милан». Это видео «Двойки». Ну что же, дорогие мои, мне остается поблагодарить российское правительство, правительство Москвы. Юрий Михайлович Лужков, который три года назад поверил в нашу игру. Руководители регионов Российской Федерации, которые благословили нашу игру в регионах. А также руководители наших региональных представительств, наших распространителей и, самое главное, всех, кто играет вместе с нами с праздником, с днём рождения и всего вам самого наилучшего. Ну что же, мы продолжаем, продолжаем наш праздник! АПЛОДИСМЕНТЫ Русское лото, три года. Это замечательно. Я хочу поздравить коллектив с юбилеем, пожелать всем здоровья, успехов, на радость наших зрителей, которые любят ваши программы. АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько бы ни было, человеку нет, сколько бы ни было, но если он ещё, в нём пробуждается вдруг какой-то азарт, какой-то это самое, а это следует детство, то это всегда прекрасно, это всегда интересно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я поздравляю программу с юбилеем и думаю, что дальше она будет развиваться, жить, и никто не будет сожалеть о бесцельно прожитых годах. С юбилеем. Мы нарочно снимаем моё мини-интервью. На моём фоне сидит первый курс, которым я имею честь руководить. Я нарочно попросил Михаила Борисовича поздравления с трёхлетним снять на их фоне, потому что они все потенциальные не игроки, а ведущие очередных передач, которые будут так хорошо, весело и приятно обманывать население. Счастливого пути! Спасибо вам и будьте здоровы и счастливы, и прежде всего здоровья и удачи. Она для меня очень дорога тем, что она восстановила какой-то удивительный, стабильный покой тех лет, когда вечерами играли в игру «Русская лото». Прежде всего я хочу присоединиться ко всем тем словам, которые были сказаны сегодня в адрес игры «Русская лото». Это настоящая игра, российская игра, которую все играют с огромным удовольствием. И я вот даже человек не азартный, я должен сказать, что вот если я свободен утром в воскресенье, я всегда сажусь к телевизору, готовлю карточки, и вся моя семья тоже этим занимается. И с удовольствием играем в эту игру. И по сведениям специалистов я должен сказать, что это одна из самых популярных лотерей у нас в России, с чем я и поздравляю «Русская лото», и хочу пожелать им еще большей, большей популярности. Здесь все видно, здесь даже при большом желании невозможно надуть. Это страшная передача. В смысле страшная с точки зрения труда, заплаченная работниками этой передачи, идущими операторами на нее. Я надеюсь, что у «Русского лото» трехлетие – это только начало какого-то большого, бесконечно большого цикла. С моей точки зрения, ему ничего не грозит. Никакой вирус, никакого заболевания. Я надеюсь, что и шестилетиями отметимы будем играть, и десятилетиями. И вообще, вот, на всю оставшуюся жизнь люди азартные будут играть в «Русское лото» и правильно будут играть. Я смотрю «Русское лото» каждое воскресенье. Беру чашечку кофе, сажусь и получаю удовольствие. Я от всей души поздравляю всех, кто делает «Русское лото». Счастья вам, здоровья, успехи. Она – добрая программа. И потом здесь постоянно выигрывают. Я это просто слушаю со всех сторон. Я не всегда, мне получается, сыграть. Но я слышал, выиграл, столько-то выиграл, столько-то, сколько раз играл, столько выиграл. Вот такие слушают все время какие-то замечательные. Что вам можно пожелать? Вы приносите удачу стольким людям, что не грех пожелать удачу и вам самим. Мне кажется, что нужно программам, как артистам, давать звание. Особенно программам, рассчитанным на массу. Вот я думаю, что «Русское лото», может, минуя звание заслуженной программы Российской Федерации, спокойно претендовать на звание народной программы, насколько в неё действительно играет весь народ. Были две вещи в моей жизни, которые меня удивили. Сериал «Рабыни и Заур», когда мы зашли в какой-то маленький город и хотели просто пообедать перед концертом, выяснилось, что кухня открыта, всё открыто. Вымерло. Сумки, вещи, «Бери, не хочу», оказывается, все смотрят сериал. Вот вторым таким событием в нашей стране, я считаю, что является передачей «Русское лото», потому что на это время вымирают всё. Даже работники телевидения, насколько я понимаю, аппаратные открыты, можно выносить всё, что угодно. Милиция стоит на посту, в этот момент не проверяет ничего абсолютно, они стоят и заполняют карточки. Я считаю, что это самая лучшая поплава. Дай Бог, чтобы «Русское лото» шло как можно дольше, а не так, как всё на телевидении мелькнуло и пропало. Пусть всё время идёт «Русское лото». Не меняйте ведущего, самое главное. Он у вас высокий, красивый. Вот с таким я бы мечтала всю жизнь работать. Жизнь отдать такому человеку. А мне вот недостаточно. Субтитры создавал DimaTorzok